На каждый вопрос из повестки заседания областные депутаты тратили не более пяти минут. В основном все проекты законов принимались единогласно, в том числе нововведения об ограничении потребления алкоголя. Наши области попытаются уйти от традиции массового распития спиртных напитков во время крупных праздников. Устанавливается ограничение продажи алкогольной продукции во время проведения массовых мероприятий и на территориях, прилегающих к местам проведения данных мероприятий. За два часа до проведения, во время проведения и час после проведения данных мероприятий. Как именно будет определяться территория ограничений, решит муниципалитет. Также в Орле, Мценске и Ливнах будет увеличено число инспекторов по работе с несовершеннолетними. В областном центре сейчас насчитывается около 50 тысяч подростков. И сотрудников по их делам не хватает, уверены депутаты. Говорили и о нашумевших законодательных инициативах против коррупции, поднятых недавно депутатами Госдумы. Поддержав своих старших братьев, наши депутаты решили наложить особые ограничения на представителей региональных и местных властей. Сегодня фракция «Единая Россия» в областном совете народных депутатов поддержала инициативу ряда депутатов Государственной Думы по ограничению владения акциями и активами чиновников, в частности запрещением владения зарубежных счетов и так называемая семейная связь с во власти. Знаменитый тетец, родственник во власти, согласитесь со мной о том, что он постоянно людьми поднимался. Если будет идти таким путем, то, соответственно, эффективность власти будет значительно выше. Такую инициативу поддержало большинство депутатов и даже предложили еще больше ужесточить ограничения. «Предлагаем включить в этот круг директоров государственных корпораций, казенных предприятий, муниципальных предприятий, директоров акционерных обществ, конкретизировать членов семьи этих лиц. Членами семьи сегодня кто являются? Жена и дети, если оформлено на брата». Также народные избранники приняли ряд законопроектов, поддерживающих малый и средний бизнес. Налоговые ставки в следующем году для некоторых индивидуальных предпринимателей станут ниже. Анастасия Тимончева, Андрей Борискин. Для программы Оперативный эфир.